Письмо восьмое Мой дорогой Гнусик, Итак, ты полон надежд на то, что религиозная фаза твоего подопечного близится к концу. Я всегда подозревал, что Институт Искусителей сильно испортился с тех пор, как его возглавил старик-гад. Теперь я окончательно в этом убедился. Неужели тебе никто не говорил о законе волнообразного чередования? Как и земноводные люди двойственны, они полудухи-полуживотные. Решение врага создать столь возмутительный гибрид было одной из причин, поводивших отца нашего отступиться от него. Как духи, они принадлежат вечности. Как животные, существуют во времени. Это означает, что дух их может быть устремлен к вечности, а тела, страсти и воображения постоянно изменяются. Ибо существовать во времени и означает изменяться. К постоянству они ближе всего при волнообразном чередовании. Это значит, что они возвышаются от спада к высшему уровню, которого они не сумели выдержать, и снова идут к спаду. Этакая цепь подъемов и спусков. Если бы ты тщательно наблюдал за своим подопечным, ты увидел бы эти чередования повсюду в его жизни. Его интерес к работе, привязанность к друзьям, даже аппетит, то активизируются, то притупляются. Пока он живет на свете, периоды эмоциональной и физической интенсивности и живости сменяются периодами усталости и апатии. Сухость и скуку, переживаемые в настоящее время твоим пациентом, нельзя считать, как ты полагаешь, свои наивные радости делом твоих рук. Они вполне естественны, и нам не будет никакого прока, если ты не сумеешь их правильно использовать. Чтобы решить, как их лучше обработать в нашу пользу, надо спросить себя, какую цель здесь преследует враг и действовать прямо противоположно. И, вероятно, ты с удивлением узнаешь, что он больше полагается на периоды спада, нежели на периоды подъема. Некоторым из особенно им чтимых пришлось пройти через очень продолжительные периоды спада, причина этого в следующем. Для нас человек преимущественно пища. Наша цель – поработить его волю. Нам надо увеличить площадь нашего эгоизма за его счет. Враг же требует от него совершенно иного. Нужно твердо усвоить, что все разговоры о его любви к людям и о том, что служение ему – подлинная свобода, не просто пропаганда, как нам хотелось бы думать, а ужасающая правда. Он действительно вздумал наполнить Вселенную множеством своих отвратительных маленьких подобий. Ему нравится, чтобы она кишала существами, чья жизнь в миниатюре подобна его собственной не потому, что он подчинил их, а потому, что их воля свободно сопрягается с его волей. Нам нужно стадо, которое станет нам пищей. Он хочет служителей, которые станут ему сыновьями. Мы хотим проглотить. Он – отдавать. Мы пусты и хотим насытиться. Он – полнота, неистощимый источник. Цель наша – мир, состоящий из людей, захваченных отцом преисподней. Враг жаждет, чтобы все люди соединились с ним, и при этом каждый составил неповторимую частицу. А теперь о периодах спада. Ты, вероятно, часто удивлялся, почему враг не пользуется своей властью и не дает ощутить свое присутствие, когда ему угодно. И всемогущество, и неоспоримость запрещены ему самой сутью его деятельности. Просто поглотить волю человека, как поглощает ее ощущение его присутствия, для него бесполезно. Он не может захватывать. Он может только призывать. Его мерзкая идея в том и состоит, чтобы и капитал приобрести, и невинность соблюсти. Люди должны быть едины с ним, не утратив своей личности. Ни пренебрежения людьми, ни порабощения их его не устраивает. Он готов чуть-чуть подстегнуть новообращенных. Он иногда приободрит их, давая ощутить свое присутствие. Пусть слабо и тускло, но с них и того хватает. Он оживляет их благодатной радостью, легкой победой над искушением. Но никогда он не даст этому долго длиться. Рано или поздно он отведет их от своей поддержки и своего наставничества. Если не в действительности, то в их представлении. Он вынуждает свои создания встать на собственные ноги и с помощью одной лишь воли исполнять обязанности, потерявшие всю свою привлекательность. Именно в периоды спада, а не в периоды подъема, человек ближе всего к тому, кем враг назначил ему быть. Поэтому молитвы, обращенные к нему в духовную засуху, он оценит больше всего. Мы не должны тянуть к себе наших пациентов за веревку искушений. Они предназначены нами только на заклане, и чем больше это одобрит их воля, тем лучше. Он не может вовлекать в добродетель, как мы вовлекаем в грех. Он учит их ходить и должен убрать свою руку. И если они действительно хотят ходить, он радуется даже тогда, когда они споткнутся. Не обманывайся, Гнусик. Наше дело в особенно большой опасности, когда человек оказывается во вселенной, из которой, казалось бы, исчез всякий след врага и спрашивай, почему он покинут и продолжает повиноваться ему без особого желания, но с твердым намерением следовать воле вражней. Конечно, периоды спада и нам представляют некоторые возможности. На следующей неделе я дам тебе несколько советов, как ими воспользоваться. Твой любящий дядя Баламут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова